Приветствую вас, Денис. Прочитал ваш вопрос. Честно говоря, сначала хотелось бы как-то немножечко сориентировать вас по тому запросу, который вы обозначили. Нам, как специалистам, потому что ваш вопрос последний, да, есть ли шанс, он на самом деле такой, не совсем про психологию, да, это больше про погадать, это больше про такую элитрическую историю, я бы сказал, потому что шанс, понятно, шанс есть всегда, и вы можете сохранить отношения, и более, что у вас, в общем-то, неплохой контакт, очевидно, друг к другу. Вот. Другое дело, что у вас есть определенные проблемы, на мой взгляд, у вас есть проблемы с уверенностью в себе, у вас есть проблемы как раз в том, что вы нуждаетесь вот в человеке, у вас есть проблемы в том, что вы производите впечатление ведомого партнера в большей степени. Тогда как вашей жене, вполне вероятно, нужен партнер, ведущий, вот, ну, в большей степени, в большей степени. И, в целом, в целом, на мой взгляд, имеет, значит, смысл разобраться в том, в том, какие конкретно, негативные есть моменты, связанные с вашим взаимодействием, то есть, почему у вашей жены появилась такая вот потребность. Взаимодействовать с другим мужчиной. Вот. То есть, у этого есть свои причины, у этого есть свои основания. Я так полагаю. С этим необходимо разобраться. То есть, сделать анализ ваших отношений, чтобы понять, какие моменты привели вас к вот этой вот ситуации, в которой вы оказались. Естественно, лучшим вариантом для вас будет обращение к специалисту совместные. Ну, то есть, чтобы вы оба обратились к психологу и оба работали с психологом. Вот. Также, следует понимать, что предоставления в измене на данный момент являются такими беспочвенными. Вот. Но, что для вас значит измене, это очень важный момент. Также, очень важный момент, что для вас значит человек, что для вас значит жена. Да? Вот. То есть, очевидно, что, ну, вот, вы поговорили, что поговорили, да? Вот, собственно, проблемы свои в отношениях вы не обсудили. То есть, она хочет взять пользу, да? Но, больше не любит. Но, вы же сами, наверное, понимаете, что здесь, если бы сделать все было в этом, да? Да, если бы у вас был честный контакт, она бы вам сказала. Она бы вам сказала, что больше вас не любит, она бы сказала, что у нее нет к вам чувств. Вот. А поскольку она этого не сделала, то, ну, совершенно логично предположить, что между вами контакт, контакт пропал, по крайней мере, вот. Ну, в какой-то момент времени этого контакта не стало. И вот, нужно определить, что у вас произошло. Произошло. Немножечко подвернуть критике идею о том, что, ну, можно начать все с чистого лица, потому что все с чистого лица начать нельзя. Нужно забыть опыт, который у вас был прошлый. И опыт, в принципе, забывать не стоит ни в коем случае. Там, если он, он может вас только научить, чему-нибудь, чему необходимому. Поэтому опыт нужно усвоить. В том числе, усвоить тот опыт, который вы не видите. То есть, усвоить тот опыт, который вы не замечаете. Это тоже было бы весьма и весьма продуктивно и корректно для вас. Вот. Так что, сейчас вам желательно углубиться в себя, больше обратить внимание на себя. Вот. Про иллюстрировать для самого себя то, чем вы сейчас живете. Смотреть, куда вы двигаетесь. Насколько ваша жена принимает. То, куда вы двигаетесь. Какой вы сейчас человек. Человек, мужчина. Насколько ваша жена принимает. Это все. Насколько ей это всем нравится и нравилось ли. Вот. Возможно, подумать о том, что ваша жена может не хватать и как-то вот постараться ей это дать. Вот. Несколько неясно выглядит здесь момент, когда вы пишете, что решили начать чистого места и какое-то время побыли по-разному. То есть, ну, не очень понятно, да. Вот. Неясная ситуация. Значит, беспокоить человека сейчас давить его отношениями сейчас не нужно. Вот. Гораздо лучше просто делиться с человеком тем, что вас интересует. Тем, что вас эмоционально вступает. Потому, что этот вот контакт, который вас когда-то был, который вас объединил, он сейчас утерян. Когда вы спрашиваете у нее, уходит ли она, там, разводится ли она, обращает ли это конец отношений, в этом ничего хорошего нет, к сожалению. Для вас, по крайней мере. То есть, вы просто демонстрируете своей жене свои неуверенности в драки, что, конечно, не повышает вашу мужественность в ее глазах. Вот. И, соответственно, это не совсем то, что удачно сказывается на отношениях в целом, в принципе. Вот. Поэтому, вот вы пишите, что вы ее простили, непонятно, со что вы ее простили. То, что вы пишите, что готов простить, понимаете. Готовность простить – это не прощение. Человек либо прощает, либо нет. В свою очередь, прощение – это принятие, непонимание, а принятие. То есть, именно, вот, принятие того факта, что вот это и есть. Да, принятие того факта, что, если жена ваша так поступила, значит, ну, это она так и хотела. Если она так и хотела, значит, ну, у нее, вот, есть или были какие-то желания, да, и были какие-то потребности, на которые вы по той или иной причине не реагировали. И это, ну, не понятно. Не принимать на свой счет, на свой счет. Спросить себя, почему вы залезли в ее телефоне от того, чтобы откровенно с ней поговорить. Или выразить ей свои какие-то чувства. То есть, то, что вы сделали – это, опять же, наручение личных границ. Это, вот, так сказать, через другого человека вы решаете свой собственный конфликт, да. То есть, у вас возникают подозрения, вот, подозрения, связанные с определенной ситуацией в отношениях. Но вместо того, чтобы выразить свои чувства, да, вот, какие-то свои чувства по поводу этой ситуации, вместо того, чтобы попробовать наладить отношения, вы идете в абанк и, соответственно, нарушаете личные границы человека. То есть, этот момент, он непосредственно связан с вами, с тем, как вы реагируете, как вы воспринимаете эту ситуацию. И, честно говоря, я не очень уверен в том, что вы готовы простить ее в том смысле, что готовы оставить ситуацию позади и идти дальше, без подозрений. Вот, потому что люди, когда нарушают личные границы другого человека, ищут информацию, да, вот, как вы это сделали, они не доверяют себе. То есть, вы себе не доверяете, вы своим чувствам не доверяете. Если вы не доверяете своим чувствам и самому себе, то вы не принимаете, получается, себя до конца. То есть, вы не находитесь в полном контакте с собой. Не находясь в полном контакте с собой, вы не можете находиться в контакте с другим человеком, да. То есть, если я не доверяю своим чувствам, если я их корректно не выражаю, то мне сложно взаимодействовать с другим человеком. Вот. Поэтому, тут, вот, эти все нюансы, которые вы пишете просто, как обстоятельства, не понимая их значения, да, они, их необходимо разобрать. Когда вы говорите, что, ну вот, я, там, готов начать с чистого листа, это немножко такая детская позиция, детско-наивная позиция. Потому что, ну, что значит с чистого листа? Забыть всё, что у вас было, забыть весь опыт, всё, что у вас, ну, всё, что вот, с чем вы стасулись за время, так сказать, своего брака, ну, нет, это всё так не работает. Вот. Дальше вы пишете, готов простить и снова жить вместе, но она пока ничего особенного не говорит. А что значит, что ничего особенного? Вот чего, вот, понимаете, такое ощущение, что вы от неё чего-то ждёте. То есть, вы, сперва, определите для себя, почему я хочу жить с ней вместе. Вот, например, если ваша жена не хочет жить, вот, допустим, она не хочет жить вместе, вот, только 9 лет, ну, себе вот, строк приличный, да, вот, ну, не хочет она вот жить вместе с вас, больше, например. Почему вы хотите с ней вместе? То есть, вы на что здесь нацелены? На себя или на неё. Вот для неё лучше сейчас побыть одной. То есть, вы готовы простить, хорошо. Но что именно прощать? Пока даже не понятно, что именно прощать, понимаете? То есть, есть ощущение, что человек в браке с вами изменился, вот, она изменилась в браке с вами, вы остались в сердце, и вы предъявляете ей, ну, условно, вы не предъявляете претензии, но условно, вы предъявляете ей претензии, вы предъявляете претензии свои к ней той старой, какой она уже не является, а новую, вы не видите, вот новую вашу жену. Знаете, какая штука? И я думаю, что сперва нужно войти в комбакт с собой, сперва вам нужно наладить ориентиры вашей жизни, сперва нужно разобраться со всеми вашими противоречиями, может быть, страхами, с причинами того, почему вы вместо разговора, диалога открыли ее телефон, то есть, это вот такие подозрения и, соответственно, принятие на свой счет каких-то вещей, да? Вот эти все конфликты, их все нужно разрешить, то есть, у вас, вот, наблюдают такой, знаете, такой вот, у вас тревожность, да, тревожность, то есть, вы тревожны. Вот, ну, это не самая лучшая история для вас. Вот, вполне вероятно, что вам тоже чего-то не хватает, ну, вот, например, вам не хватает внимания в себе, да? Например, там, вы всегда, допустим, в себе сомневались, всегда. Ну, ну, к примеру, я не говорю, что это, что это вот прям на сто процентов так, к примеру, вы там всегда в себе сомневались, вы в чем-то были не уверены, чего-то боялись. Такая вот история. Опять же, обратите внимание на то, как вы называете мужчину, который, который появился у вашей жизни, вы говорите, воздыхатель. То есть, вот, чувствуется такое, знаете, что вот вам, что вы как-то внебрежительно, презрительно, враждебно воспринимаете этого человека, как вы себя сравниваете с ним. Это неприятно, безусловно, безусловно, это неприятно. Но вот это чувство, что вам неприятно, возможно, его нужно вырвать, в первую очередь, себе. Именно себе, сперва. Понять его для себя, для себя. И дальше уже будет понятно, куда вам двигаться. То есть, в принципе, понимаете, сейчас для вас вот ключевой момент, это ваша жена, вы хотите ее вернуть. Но стремясь вернуть человека, вы сами остаетесь тем же. А именно от вас того же, жена, скорее всего, устал. Потому что именно с вами, вот таким, у жены кто-то появился. И возвращать ее сейчас, требовать, допустим, от своего чего-то, строить планы. Это значит, обречь жену на неудовлетворенность. Стремя нужно, что-то изменить в себе. Совершенно ошибет. Там с вас есть конфликты внутренние. Посмотреть, что вы можете привнести в свою жизнь из того, что вы хотите. Если хотите для жены, чтобы жена получила то, что ей нужно. Собственно, то, по причине всего у нее появился другой мужчина. И только потом можно будет говорить о возврате. Давайте покажем стеку. Поэтому порядок действий, порядок действий, он примерно такой. Вот порядок действий, он примерно такой. Он примерно с такого типа, с такого плана. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Что-то мне приятно, безусловно. Вот. Прямо сейчас, вот прямо сейчас то, что вы можете сделать. Прямо сейчас, да. Чтобы начать, условно говоря, процесс. А, так сказать, познания себя, да. Вы можете задать себе два вопроса. Первое. Как я воспринял тот факт, что у жены начались перемены. То есть, вот она ушла там в страну красоты ходить. С подругами куда-то едем. Ледом у нее стала новая. Телефоны, пароль. Как вы это все восприняли, да. Именно в своем контексте. Что вы думали или подумали о себе? Что вы ощутили? И каковы вот, каковы причины вот этих эмоций, которые у вас возникли? Это первое. Второй вопрос. Значит, чем обусловлен выбор ваш? Именно зайти к ней в телефон, а не попытаться вывести проанализировать отношения с ней. Это второй вопрос. Третий вопрос. Когда вы спрашиваете, что делать? Какое чувство вы испытываете? Находит ли это на чувство, например, тревожности? Эмоции тревожности? Дальше. Когда вы говорите, не спрашиваете, есть ли шанс на дальнейшее совместное проживание. Опять, что вы чувствуете? Вот начните, Денис, с этих вопросов о себе. Начните с вашего, с вашего личного значения, тех чувств, которые вы испытываете. И скорее всего, скорее всего, вы увидите, скорее всего, вы увидите, что вам есть над чем поработать. Чтобы стать вот такой целостной, зрелой личностью. Потому что, ну, зрелость вот этими вашими двумя действиями, что вы зашли в телефоне, что вы предложили начать отношения с чистого листа. Да? Она зрелость в ваших вопросах. Личностная зрелость, я имею ввиду. То, что вы говорите, что вы ей не мешали, ну, тоже выглядит несколько странно. Что вот, понимаете, под не мешал. Да? Ну, что здесь, понимаете, под не мешал. То есть, ну, вот вы, вы не мешали, не мешали, не мешали, потом раз и, жаль, зашли к ней в телефон. Наверное, так не мешать, наверное, больше не стоит. Лучше все-таки помешать, но личное пространство не нарушать. Но для того, чтобы не мешать конструктивно, не мешать в кавычках, нужно понимать, что вы хотите выразить, какое чувство выражаете в своей жизни. И четко понимать, какая ее реакция направлена на вас конкретно и предназначена для вас. А какая реакция вам же направлена на нее? И говорит, и характеризует только ее. Вот мне кажется, что вот эти вещи вам необходимо для себя выделить, вычленить, выявить. Вот, обратите внимание, вы не ставите вопрос, да, как мне сделать мою жену счастливой. Вы ставите вопрос, есть ли у нас шанс жить вместе, и я готов жить вместе. Готов, простите. То есть вы не говорите ни про изменения, вы не говорите ни про направленность сделать счастливой своей женой. А ведь именно потому, что она не чувствовала себя счастливой, удовлетворенной, именно поэтому у нее появился мужчина, как раз, именно по этой причине. Хотя... Поэтому тут вот есть нюансы, тут вот есть нюансы. И мне кажется, что на эти нюансы вам необходимо обратить свое самое-самое строительное внимание. Так же имеет смысл, в принципе, ну, напомнить себе, какие чувства вы испытываете к твоей жене. Что это за чувства? Вот. Чувство любви ли это? Эм... Может чувствовать какое-то другое? Если да, то какое это чувство? Что оно из себя представляет? И это все нужно проанализировать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Эээ... Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация ваша будет самым лучшим образом разрешена. Понятно. А вот amplя-лимпиад... Продолжение следует...